Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о хрене. Почему хрен заслуживает внимания? Потому что, во-первых, хрен применяется как в засолке овощей, также это самое, многие применяются в пищу, добавка ко многим блюдам, и мясным блюдам, и рыбным блюдам, можно добавлять также хрен. Также можно делать с него различные салаты. И эта культура имеет различные целебные свойства, о чем мы с вами и поговорим. Ну, во-первых, самое ближайшее, что мы будем познакомиться, это обычный хрен. Обычный хрен, который растет в наших огородах. Ну, и что сразу попутно, для того, чтобы вас полностью сориентировать, значит, на Дальнем Востоке встречается еще один вид хрена, который называется хрен луговой. Он отличается более сизыми и более мелкими листьями. Вот, чтобы вы представляли, что такое настоящий хрен. Их существует, видите, только два вида. Старшего хрена. Ну, чем интересен нам хрен? Он интересен нам тем, что дает корни. Вот такие показывают корни, красивые корни у него растут, такие разветвленные. И вот эти корни будут использоваться как в пищу, так также их можно использовать и с медицинскими целями. Почему? Потому что эти вот корни хрена, они очень богаты различными минералами. Это, в частности, и каль, и калий, и кальций, и магний, и железо, и медь. Знаете, в нем также есть горчичное масло. Вот это горчичное масло и придает нам тот вкус, который мы знаем, как острый запах хрена. Это горчичное масло в сочетании с другими, как бы эфирными маслами, которые также содержатся в нашем хрене. А вот листья являются источником витамина С. Витамина С очень много в листьях, поэтому листья могут использоваться как в самостоятельном виде салатов, так их широко используют и при засолке. Почему при засолке? Потому что добавляя листья хрена при засолке, мы как бы насыщаем витаминами наш рассол. Насыщаем витамины наш рассол, и наши овощи, те же огурцы, те же помидоры, становятся более вкусными и более полезными. Они как бы более насыщены витаминами. Так что помните об этом. Ну хрен как бы вырастить легко и нетрудно на любом участке. Почему нетрудно вырастить? Потому что копаясь осенью, мы видим толстые корневища и видим маленькие корни. Так вот, если эти корни тоньше карандаша, вот, например, как на этом экземпляре, значит, эти корни мы будем использовать только на посадку. Такая вот толщина. Значит, длина черенка, такого хрена для посадки, корня составляет, по моему опыту, 17-20 сантиметров. В многих, конечно, руководствах можно встретить, что рекомендует корень черенок корневой до 30 сантиметров. Но я не советую. Потому что чем длиннее вы будете осадить вот этот кусок корня в землю для размножения, чем больше вероятность, что вы его целиком не выкопаете. Не выкопаете из земли, и, соответственно, кусок хрена останется там. И он станет давать почки и будет прорастать. Потому что ученые уже раскопали, посмотрели. Корни хрена проникают на глубину до двух метров. Вот почему на многих огородах, как бы хрен копают в верхнюю часть, а он из земли все прот и прот, и потом не знают, как с ним бороться. Об этом чуть позже расскажу. Но выкапывая хрен, мы сразу будем отбирать остаточный материал. Я говорю, 17-20 сантиметров. Так вот, тоже очень интересный такой опыт, и вы возьмите его на вооружение. Когда будем хрен брать для размножения, значит, мы будем срезать вот из этого корня все тонкие толщиной карандаш черенки. Но для того, чтобы потом их не перепутать при посадке, а это легко сделать, значит, мы будем делать так. Верхний срез мы делаем промой корня. Отрезали прямо, а нижний срез мы будем делать косой, наискосок. Сделаем наискосок, значит, мы уже никогда, но не перепутаем, где у нас вверх, где у нас вниз. Потому что бывают же вот корни, например, очень одинаковой толщины. Вот такой вот корешок, если примерно одинаковой толщины. На таком корешке, конечно, это самое, потом определить, где вниз, будет очень сложно. Ну, далее. Как правильно посадить хрен? Потому что хрен у нас семян не дает, а он сжаться и весьми корнями. Значит, правильно посадить хрен показываю. Вот у нас корневой черенок, например, для посадки готовый. Верхний срез промой, как мы сделали, нижний срез косой. Так вот, смотрите, самое интересное, для того, чтобы у вас корень был ровный, красивый, без разветлений, мы необходимо с ним делать одну операцию. Операция заключается в следующем. Мы берем перчаточку и протираем корневища, чтобы не было этих корней. Оставляем только небольшой кусочек, 2 сантиметра сверху и где-то 2 сантиметра снизу. Мы протерли корневища, значит, наш хрен уже будет расти нас промой, красивый, сверху будут почки, которые будут прорастать, спящие тут есть почки на нем, а снизу будут расти корни. Наши корни будут не расти ширину, не будет вот такого типа, весь в корнях, а он будет наш красивый, ровный, толстый корешок. Значит, понятно. Ну-ка, есть какие подсказки? Есть подсказки для того, чтобы если у вас хрен начнет хорошо, значит, тут часто возникают проблемы, как от него избавиться. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте поговорим вот о чем. Как сделать так, чтобы хрен не засорал участок? Для того, чтобы не засорал участок, мы эти корневища копаем ежегодно. Садим такое корневище, садим, неважно, осенью, весной, и копаем их ежегодно. Копая ежегодно, мы не оставляем кусочков корней почвы, соответственно, наш хрен не будет засорать нашу почву. Запоминайте. Вот, высаживаем корневища, значит, таким вертикально ставим, и чтобы с той земли было 2-3 сантиметра над поверхностью. Делается просто. Копаем траншеечку и к одной стороне выставляем эти корешочки. Расстояние между корешочками 25-30 сантиметров. Это вполне достаточно, чтобы наш хрен рос. Посадили, засыпали землей. Ну, если есть перегной, очень полезно добавить перегной. От этого корни станут более крупными. Урожай, соответственно, повысится. Ну, и также он любит рыхление. На следующий год мы начинаем рыхлить. Рыхлим почву хорошенько. Можем даже окучить хрен, когда он уже отрастет, поднимутся его с себлю вверх, мы можем его окучить, как картофель. Это будет, опять же, способствовать тому, что наш хрен не будет углубляться в почву. А наоборот, засыпанный, корни будут нарастать кверху. Вот такой маленький нюансик. Полезно учесть. Значит, подкармливать хрен так же можно. Любыми сложными, органическими, минеральными удобрениями, любыми удобрениями можете подкормить. Это пойдет тоже только на пользу, на повышение толщины корня. Корни выкапываем. Ну, и, соответственно, опять же процесс повторяется. Что-то оставляем для своих целей, то ли лечебных, то ли на питание. Что-то опять высаживаем почву. Это просто обычная технология. Если у вас уже хрен растет давно, и вы хотите избавиться от хрена, значит, знайте, что существует масса способов. Масса способов, в чем они заключаются? Ну, кто-то берет, откапывает, откапывает землю, срезает верхушечку. Верхушечку корня как бы срезают, ниже вот этих листьев, срезает верхушечку корня, и просто-напросто присаливает. Ложит слой соли. Сколько там возможно? 3 мм, 5 мм, положи слой соли. Значит, соль съедает корни, и хрен как бы со временем погибает. Ну, кому же надо, не так важно, чтобы, ну, где-то часто там травы растут, все, там неважно. Можно принимать химию. Та же самая обработка раундапом, обработка торнадо, другими такими препаратами, которые общеистребляющие, опять же истребит ваш хрен. Но знайте, значит, что там тогда культурные растения как минимум года 3-4 не должны расти. То есть то, что вы будете вытавлять в пищу, особенно корнеплоды, они не должны выращиваться, потому что химия есть химией. Для своих целей вы обезопасите. Как вот можно избавиться от хрена? Вы уже знаете, как избавиться, как, ну, как им лишиться. Как уже, да, теперь посмотрим, как лишиться хреном. Значит, хрен как бы давно применяется в лечении. Почему? Его антимикробные свойства есть. Вот поэтому, если вы натираете корень хрена, эфирные масла улетучиваются, значит, ваши очистают, и нос очистают, и глазки ваши очистают уже от инфекции. Любая инфекция за счет этих летучих эфирных масел погибает. Применять, если черные цели, мы хрен, и что, для чего, как применяют хрен? Берут хрен, вот, и эту кашицей смазывают больные суставы. Смазывают больные суставы, они очень хорошо согревают, иначе как бы радикулиты различные, и расстают мучать уже, как бы человека не мучают. Далее, могут быть пигментные пятна. Так вот, пигментные пятна, поменяют ли выведение веснушек. Тоже делают маски, веснушки также исчезают. Это в лечебном. Ну вот, хрен широко применяется в питании. В питании его, значит, можно сделать салатик стертого хрена, с добавок, с помидорами, с зеленью, заправленным оливковым маслом. Это очень прекрасная подпитка для организма. Это подпитка как витаминами, точно так же он оказывает положительное влияние на желчные пути, на печень. Поэтому здесь вот лечебное действие, хрена тоже проявляется. И самое главное по хрену, знаете, что хрен богат витаминами, минералами. Он как витаминосное растение, очень полезен, особенно там в декабре, анварь, холодные месяцы года, когда у нас авитаминос, когда мы испытываем недостаток витаминов в организме. Вот хрен нам поможет, он идет в пользу. Ну и, конечно, как готовится хрен. У нас одни хрены любят закрашенные, со свеклой, кому-то нравится хрен белый. Ну, сама технология очень простая. Я уже много лет как бы выращиваю это растение, и вот поделюсь с вами своим самым простым рецептом хренов. Ну, во-первых, опять же, несколько таких вот новых, как бы, замечаний. Как сейчас модно выражаться лайфхаки. Лайфхаки в чем? Значит, если вы драли хрен, значит, многие делают при открытом окне, где-то на улице дерут, потому что эфирные масла сильно раздражают глаза. И вы плачете. Для того, чтобы это избежать, делается все очень просто. Я беру корень хрена, отмываю, очищаю от крышков, нарезаю полосками. Полосками примерно полсантиметра толщиной. И вот эти полоски вдоль длину режу и замораживаю. Ложу в морозиловку. Сутки в морозиловке они прекрасно замерзают. Далее электрическая мясорубка. Забрасываете эти корни, и они хорошо раскручиваются, измельчаются до кашицы. И в то же время уже они не выделяют эфирных масел. То есть вы уже не плачете. Это один мой факт. А вот следующий мой факт. Значит, что для того, чтобы корни имели, ну, такие были мягкие, такие душистые, все. Их надо заливать кипятком. Не холодной водой, а кипятком. Именно кипяток размягчают. Ну, я пошел еще дальше. Я беру, вару свеклу столовую, для того, чтобы получить закрашенный хрен. И вот этот рассол со свеклы, то есть что получилась, эта вода при варке, сливаю. На один литр этой воды я беру столовую ложку сахара, столовую ложку соли и столовую ложку уксуса. Если вы любите хрен более острый, значит, уксуса убавьте. Возьмите пол столовой ложки, возьмите чайную ложку. Если вам не нравится запах хрена за резкостью, значит, количество уксуса добавьте. Две ложки уксуса на литр, на литр этот рассола сделают чудеса. Ваш хрен можно будет есть ложками, буквально, как тот помидор или огурец. Вот знаете это. Ну и вот далее, что делаю? Мерзлый хрен, сразу же, уже рассол приготовленный к тому времени, когда хрен уже содран или пропущен через мясорубку. Беру, заливаю кипятком. Заливаю кипятком, я эту кастрюлю закрываю крышкой. Полчаса все это разбухает, хрен становится мягкий, ароматный, очень насыщенного цвета и очень вкусный. Попробуйте, вам понравится, используйте в зимнее время, чтобы восполнить недостаток витаминов в организме. Вам здоровья и приятного аппетита. До свидания.